Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнор Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Начале выпуска коротко о главном. На новенького в Моногороде Текеле назначили нового Акима. Потомки помнят. 28 мемориальных досок в память о ветеранах Великой Отечественной войны установят в Талдыкургане. Ключ от счастья. Очередная нуждающаяся семья обрела собственные квадратные метры благодаря фонду Харикет. Текелицы дальше будут жить и работать под руководством нового Акима. Его сегодня на заседании Маслихата представил Акимобласти Амандык Баталов. Напомним, предыдущий Бахтиар Унирбаев подал в отставку из-за совершения одним из его подчиненных коррупционного правонарушения. На внеочередном заседании депутаты городского Маслихата отметили заслуги Бахтиара Унирбаева за неполные четыре года его работы Акима Мона города Текеле. Его высокую трудоспособность и организованность отметил и Акимобласти Амандык Баталов. Но закон есть закон. Новые законы, новые требования. Поэтому тебе вот это именно все. Спасибо. Я думаю, ты молодой еще. Много лет я тебя искал. Ты только русский день не писаешь, мой подчиненный совершил. Ты дальше работай. Время придет. Если ты скажешь, я опять хочу в Амандык Баталовской области прийти, вместе быть, что-то делать, мы всегда тебя встретим, потому что мы тебя знаем. Остались незавершенными некоторые объекты, но назначенный Аким здесь тоже не чужой человек. Мы работали с ним в одной команде более двух лет, и я уверен, что он справится. А я, со своей стороны, готов помочь советам, отметил Бахтиар Унирбаев. Впрочем, новый Аким текелейцам знаком давно. И не только текелейцам. Карьеру государственного служащего 42-летний Батыр Молдахметов начал в 2002 году с должности главного специалиста советника-заместителя Акима Алматинской области. Позднее заместитель Акима Панфиловского района, заместитель начальника управления строительства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития управления ГАСК Алматинской области. С 2018 года заместитель Акима города Текели. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Спасибо вам большое за доверие. Я думаю, что я ваше доверие напоминаю. Все усилия для процветания и развития города Текеля. В общем, молодец. Город небольшой. Каждую улицу можно обойти пешком. И будешь знать все, что в нем происходит. Напутствовал ему Аким области. Впрочем, ответственности тут не меньше, чем в каком бы то ни было другом регионе области. Ведь это город с особой историей, отметила Мандыкбаталов. Казах тоже это моногорд. Мы здесь столько сделали. Новое производство открыли здесь. Хорошие. Еще большая особенность, это на весь Советский Союз знаменитая. Это самая длинная улица Советского Союза. Поэтому вытяжаться. Здесь надо работать со всей ответственностью. Мы должны на местах политику Гермаса и политику главы государства. Казах Макименовича до конца. Понял, да? Вот в этом плане. И мои поручения. Как Акимов. А я буду помогать. Я помогать тебе буду. Как Акимов. Город. И результат для людей. По традиции, по завершению конференции депутатского корпуса, новому Акимову представили его кабинет, в котором ему и предстоит работать дальше. Тем более, что задач, которые необходимо реализовать до конца года и перспективных планов, у населенного пункта немало. Насгуль Бошан, Жаслан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ. Большим подарком ко дню города для жителей Текелей стало открытие сразу нескольких социальных объектов. За счет местного бюджета построены шесть спортивных, две детских и две воркаут-площадки. А также футбольное поле в поселке Рудничном. Наряду с этим обновлены городские дороги, проведено уличное освещение. Реализация проектов стала возможной благодаря программе «Дорожная карта занятости». В нынешнем году в Моногороде по дорожной карте занятости реализуется 13 проектов, в их числе и капитальный ремонт школы. Сумма бюджета свыше 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Наряду с этим за счет средств местного бюджета список социальных объектов Текелей пополнят 22 детские, шесть воркаут и шесть спортивных площадок. Уже действующие удобное поле для тренировок. Теперь досуг молодежи будет проходить с пользой. До открытия данной площадки мы тренировались где могли, в разных дворах, где подходили турники. Узнали о хорошей новости для нашего города, что поставили новую спортивную площадку. И теперь дальнейшие тренировки я смогу проводить на данной площадке, обучать молодежь, чтобы тянулись к спорту. В скором времени в Центральном городском парке откроется амфитеатр вместимостью до 500 человек, построенный за счет средств местного бюджета. Городская инфраструктура также меняет облик. В этом году отремонтировано пять улиц. Помимо замены бордюров, строительства пешеходных зон и асфальтирования проезжей части, проводится и уличное освещение. На объектах трудится порядка 100 человек. 36 из них трудоустроены по дорожной карте занятости. Задействовано более 40 единиц техники. В рамках дорожная карта занятости реализуются в городе Текеле три проекта. Охватывается 15 улиц капитальным ремонтом. Протяженность данных улиц 6,2 километра составляет. Срок сдачи у нас получается на ноябрь месяц. Через Центр занятости у нас привлечены именно на этот объект 36 человек. Общая сумма – 1,3 млрд. В реализации программы «Дорожная карта занятости» множество положительных сторон. Это и обеспечение работы населения, благоустройство города, а также приобщение молодёжи к здоровому образу жизни. Порядка 430 тысяч детей школьного возраста зарегистрировано в Алматинской области. В связи с этим актуальным остаётся вопрос трёхсменного обучения. Для решения проблемы в регионе ведётся активное строительство учебных учреждений. Об этом стало известно на брифинге с участием представителей управления образования. Со слов спикера, для строительства и ремонта учреждений выделено порядка 29 млрд тенге. К началу учебного года распахнули в свои двери 5 новых школ. Ввод в эксплуатацию и строительство остальных запланирован на 2021 год. Кроме того, в текущем году в области ведётся капитальный ремонт ещё 55 объектов образования. 37 из них в рамках дорожной карты занятости, 10 по программе АОЛ Ель-Бесыга. В целом в области новых объектов образования 32. В их числе 4 студенческих общежития, школа искусств и другие. На сегодняшний день в Алматинской области насчитывается более 4,5 тысяч учащихся первых-четвёртых классов. Их уроки проходят в дежурных классах. На сегодняшний день в области идёт строительство 32 объектов образования. В их числе 24 школы. Уже сданы в эксплуатацию 3. В 48 школах области ещё остаётся трёхсменное обучение. В прошлом году их было на 10 меньше. Сейчас в 55 школах ведётся капремонт. В 37 по программе дорожная карта занятости. В 10 по программе АОЛ Ель-Бесыга. 8 школ за счёт местного бюджета. Текущий ремонт в рамках ДКЗ идёт на 354 объектах. В 347 школах решён вопрос с наружным туалетом. На сегодняшний день эта проблема отработана во всех школах области. Прорывная молодёжь. В Талдыкургане прошёл областной конкурс стартап-проектов. В этом году в нём приняли участие не только студенты, но и старшеклассники из разных районов края ЖТСУ. Организаторами интеллектуального соревнования выступила АНК совместно с региональным штабом республиканского молодёжного движения «Жангар-Ужула». Молодёжь представила на суды-джюри более 30 работ. В руках у Иркижан прототип конструктора «Лего» для робототехники. Все детали студенты изготовили сами на 3D-принтере. Такая модель ничем не уступает оригиналу, которым школьники пользуются на уроках. При этом конструктор отечественного производства имеет ряд преимуществ. Экологическая чистая продукция, которая сделана из биоразлагаемых материалов, включает в себя кукурузный либо картофельный крахмал. Оригинальный конструктор – это датский конструктор, который стоит 250 тысяч тенге. А наш конструктор, который ничем не отличается от датского производителя, стоит 27 тысяч тенге. В данной модели просто обычный прототип робота. Можем собрать из этого модели еще других моделей, например, собаку какую-то, дракону и так далее. Конкурс в рамках акции «Ортакшен-орак» был объявлен месяц назад. За это время молодежь представила 34 проекта. В том числе работы по созданию биоматериалов для очистки воды, разработка сайтов для повышения цифровой грамотности населения, автономная система электропитания для газовой печи и многое другое. В результате в финал прошел 21 лучший проект, который, по мнению членов жюри, действительно может принести пользу. Очень хорошие работы, которые достойны внимания, так скажем, общественности, которые несут большой вклад в развитие нашей республики. У нас были предыдущие конкурсы, когда наши проекты с нашей Алматинской области мы презентовали на республиканском уровне, и они были отмечены. И даже меценаты два из проекта сопровождали финансово. Без внимания в этот день не остался никто. Все финалисты получили благодарственные письма, а лучшие работы были отмечены ценными подарками. Самые достойные же вполне могут рассчитывать на участие в республиканских соревнованиях стартап-проектов и возможность воплощения своих идей в жизнь. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Открытые дебаты кандидатов на праймерис проходят в Алматинской области. В ходе одной из таких встреч участники внутрипартийных выборов рассказали, какие работы планируют выполнить в статусе депутатов. В мероприятии приняли участие 1100 человек. Их разделили на 178 команд. Каждая группа представила свой предвыборный проект. Ответили они и на вопросы зрителей. Дискуссии транслируются в онлайн-режиме через соцсети. Итоги дебатов будут подведены 3 октября текущего года. В этот день будет проходить до 12 дебатов. Все участники хорошо подготовлены, мы в этом убедились. У каждого своя четкая позиция. Они размышляют, чтобы предприняли, будь они депутатами, какие проблемы решили. У нас на страничке Нур-Утан 95 тысяч подписчиков. Можете просмотреть выступление через наш профиль. Более 5000 человек с начала года получили статус инвалидности в Алматинской области. В период карантина по новому принципу обследование детей от 16 до 18 лет проводилось онлайн. Таким образом, более 1000 человек получили документы через портал электронного правительства, не выходя из дома. Об этом и других новшествах в данной сфере стало известно в ходе брифинга, организованного представителями Департамента комитета труда, соцзащиты и миграции Алматинской области. Так, с этого года на досрочные переосвидетельствования инвалиды направляются не только при ухудшении состояния здоровья, но и при его улучшении. Предусмотрено обязательное введение аудио-видеозаписей и заседаний медико-социальной экспертизы с целью предотвращения коррупционных рисков. Но главной поддержкой для людей с особыми потребностями стало увеличение срока инвалидности. С 2020 года есть случаи, когда есть перечень в приложении, он указан, когда инвалидность сразу устанавливается на 5 лет. Но это надо сказать, что при выраженных нарушениях функций организма, при выраженных ограничениях и при неблагоприятном реабилитационном прогнозе. Это в основном первая группа инвалидности, ну, вторая группа инвалидности в некоторых случаях. Вот тогда только можно 5 лет. Полицейские и сановрачи ищут организатора вечеринки на теплоходе на реке Есселя в Нур-Султане. Сообщается, что участников мероприятия привлекут к ответственности. Вечеринку сняли на видео. На кадрах видно, как толпа молодых людей под музыку отдыхают и танцуют. В кадр попало более 30 человек. Отдыхающие игнорируют масочный режим и социальную дистанцию, прописанные в карантинных ограничениях. По данному факту, Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте совместно с линейным управлением Департамента полиции на транспорте начали проверку по выявлению лиц, показанных на видео. Российское правительство сняло ограничения на везд в Россию для граждан Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабинета министров. Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. При этом в КНБ Казахстана пояснили, что возобновлено только авиасообщение. Решение об открытии сухопутных границ будет приниматься правительством с учетом эпидемиологической обстановки. Помимо казахстанцев, полеты в Россию доступны гражданам Белоруссии, Киргизии и Южной Кореи. Американская группа Хамингхаус исполнила популярную песню Абая «Хайтам Салем Каламкас». Этот трибют приурочен к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя. В 2018 году группа Нэшфилла побывала в Казахстане и посетила родной город Абая семей. Это не первый раз, когда группа исполняет казахскую песню. В 2018 году Хамингхаус записали кавер-версию песню «Нау Рыс» с ее автором Хайдосом Сагатом. Подвиг героев не забыт. В Талдукургане ветеранам Великой Отечественной войны устанавливаются мемориальные доски. До конца месяца их число достигнет 28. Одним из первых для увековечения памяти героев был выбран дом номер 101 на пересечении улиц Тулебаева и Казахстанской. Мемориальная доска посвящена Абдихану Ибраимханову. Данное мероприятие организовано по инициативе Городского союза ветеранов и при поддержке Акимата города. Событие приурочено к 75-летию Великой Победы. Я считаю, проводимое нами мероприятие имеет историческое значение. Взрослое поколение и молодежь, проходя мимо этого дома, будут знать имена наших героев. Из-за пандемии мы начали реализовывать эту идею несколько позже. Но главное, что великий подвиг останется в памяти. В Алматинской области благодаря фонду «Коррикет» очередная нуждающаяся семья обрела собственные квадратные метры. На этот раз счастливой обладательницей жилья стала мать-одиночка Асель Камбарова. Радость вместе с новоселами разделила и наша съемочная группа. Асель Камбарова в одиночку воспитывает двоих детей. Младший ребенок – инвалид первой группы. Поэтому устроиться куда-либо на работу женщина не может. Семья живет исключительно на пособия, половину из которых тратит на аренду жилья, а другую – на еду и медикаменты. Узнав, что женщина с двумя детьми находится в таком бедственном положении, волонтеры фонда «Хоррикет» решили оказать поддержку. Первым жестом помощи стал подарок в виде ортопедической коляски для младшего сына. Возить ребенка на старой коляске мне было очень тяжело. Сложнее всего было зимой, когда везде лежит снег. Колеса устарели и вовсе не катят. Да и ребенку неудобно было. Ну а теперь у нас есть новая комфортная коляска. Спасибо вам большое. Это очень хороший подарок. Ну а главным подарком от фонда «Хоррикет» стало вручение ключей от однокомнатной квартиры. Теперь, обретя собственную крышу над головой, скитаться по разным квартирам и времянкам не придется. Рада женщина. И все деньги, уходящие на съем жилья, пойдут на лечение ребенка. Огромная благодарность фонду «Хоррикет» и всем тем, кто причастен к тому, чтобы у нас появилось собственное жилье. Сейчас я счастлива, как никогда. Квартира очень светлая и просторная. Созданы все условия для комфортного проживания. Еще раз спасибо всем. Пусть каждый нуждающийся обретет собственное жилье. На сегодняшний день к нам обратилось 20 социально уязвимых семей. Сейчас мы рассматриваем, кому помочь в первую очередь. По принципу фонда, жилье не выдается по порядку. Мы приобретаем дома сначала самым наиболее нуждающимся, а потом помогаем остальным. Все заявки рассматривает специальная комиссия, которая смотрит, в каких условиях живет семья и проверяет все необходимые документы. На сегодняшний день фонд «Харикет» оказал помощь 27 регионам. Всего по Казахстану благотворительная организация подарила более 280 домов и квартир. Под лозунгами «Позор для ЕС» и «У нас есть место» в Берлине прошла массовая демонстрация. Ее участники требовали от властей принять как можно больше людей из греческих центров по размещению беженцев и мигрантов. Из-за пожара в лагере в море на Лесбосе без крыши над головой остались 13 тысяч человек. Германия пообещала принять у себя 150 несовершеннолетних беженцев. На прошлой неделе было принято решение о размещении еще полутора тысяч. Что касается самих мигрантов, для них греческие военные построили на Лесбосе временный палаточный лагерь. Но большинство беженцев там жить не хочет. Два человека числятся пропавшими без вести на юге Франции после мощных ливней и вызванных ими наводнений. Они обрушились на департамент ГАР в субботу. Национальная метеорологическая служба объявила наивысший уровень опасности. 64-летняя медсестра пропала около реки Эро, когда ехала на вызов. Вторая жертва непогоды – мужчина, который занимался трейлранингом в местных горах. По данным синоптика, в некоторых районах департамента за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков. Уровень местной реки Гордон поднялся до отметки 7,5 метров. Десятки тысяч противников президента Белоруссии снова заполнены улицы Минска. Люди в очередной раз попытались выйти на проспект независимости и пройти к резиденции Александра Лукашенко. Но путь участникам марш солидарности преграждали блокпосты ОМОНа, усиленные спецтехникой и водометами. Позже силовики начали задержание, выхватывая манифестантов из толпы и припровождая их автозаки. В автозаке правозащитный центр «Весна» на этот час сообщает о более 150 задержанных. Акции протеста также прошли еще в пяти городах. В Бресте силовики распылили баллончик со слезоточивым газом в толпу манифестантов. Девятикратный чемпион Азии по армрестлингу среди ветеранов Абдуалит Астанов провел очередной мастер-класс. На этот раз в Панфиловском районе. Здесь, отмечает спортсмен, есть много сильных и перспективных ребят, способных выйти на мировой уровень. В пример, армрестлер приводит призера Олимпиады Нурбахета Денисбаева и обладателя серебряной медали Чемпионата мира Деми Ужедраева. Список именитых атлетов пополнят новые спортсмены, уверен Абдуалит Астанов. Начало положено. Местным ребятам ветеран спорта рассказал, что из себя представляет армрестлинг, показал самые действенные и эффективные методики, а также подарил два стола для борьбы на руках. Наши подрастающие поколения мы должны правильно направлять, прививать здоровый образ жизни. Армрестлинг – это не затратный вид спорта, а самое главное – доступный. Для занятия этим спортом необходимо ли желание, тактики и техники со временем научиться. В моих планах развивать армрестлинг в области, посетить Сарканский, Раимбекский, Кигенский, Аксусский и многие другие районы. Моя цель – чтобы наши дети в будущем завоевали места на Чемпионатах Казахстана, Азии и мира. Такими событиями был насыщен сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин